Пока этот форт Мондео был на ходу, он верно служил хозяину. Но теперь, покрытый ржавчиной с прогнившим правым крылом, разбитой фарой и множеством других повреждений, брошен незапертым на общественной стоянке. Такой бесхозный транспорт месяцами, занимающий парковочные места, не остаётся незамеченным. Собственнику было направлено извещение, но реакции от него не последовало. Теперь автомобиль ждёт процедура эвакуации. Администрация Московского района продолжает работу по эвакуации неэксплуатируемого автотранспорта, который располагается на дворовых территориях, на площадках, местах общего пользования. Это тот транспорт, который имеет видимые повреждения, который долгое время не эксплуатируется, мешает наведению порядка на земле. Сейчас, особенно в плохую погоду, мешает коммунальной службе убирать снег. С этими собственниками администрация проводит работу, находит таких собственников. Если собственники не желают самостоятельно свой автотранспорт эвакуировать, мы принудительно этот автотранспорт эвакуируем на охраняемую парковку. На охраняемой стоянке, куда принудительно переместят автомобиль, он будет находиться в течение трёх месяцев. В это время у хозяина всё ещё есть возможность забрать своё авто, написав заявление в администрацию Московского района. При этом расходы за эвакуацию и хранение придётся оплатить. Если этого не произойдёт, после всех процедур транспорт будет снят с учёта и утилизирован. В среднем, по статистике за последние три года, порядка 150 автомобилей мы отрабатываем именно неэксплуатированный автотранспорт. Информация приходит у нас как со служб ЖРУ, ГАИ, просто обращение граждан, администрация при рейдах выявляет такой транспорт и так далее. То есть, с любой стороны данный транспорт отрабатывается и дальше принимаются меры. С начала текущего года в Московском районе Бреста было выявлено 138 таких автомобилей. На данный момент 31 единица бесхозного транспорта находится на контроле. Стоит отметить, что он не только занимает парковочные места, но и в любой момент может стать объектом правонарушения. Продолжение следует...